В Югре стартовала первая летняя смена. Самостоятельно, без надзора, родители этим летом смогут отдохнуть почти 240 тысяч угорчан. Это на 8 тысяч больше, чем год назад. Так, более 33 тысяч детей выйдут за пределы округа. География отдыха обширна. Крым, Башкортостан, Татарстан, Адыгея, Краснодарский и Ставропольский края. К услугам остальных детей будут почти 580 окруженных организаций. Отмечу, что на оздоровление угорчан в этом году потратят более 2 миллиардов рублей. Тему продолжит Милана Поварницына. Узнать больше о православной культуре, как пишут иконы и что проповедуют святые. Теперь у маленьких жителей из Лучинска есть такая возможность. Каждый день у детей урок православия, а еще экскурсии. В этот раз вместе с отцом Евгением ребята смогли подняться на колокольню храма святителя Николая Чудотворца. И даже позвонили в колокола. Колокол сообщает не только о радостных событиях, но и о трудных событиях, и о разных других. Большим колоколом ты управляешь ногами чаще всего, а маленькими колоколами ты управляешь руками. Ну, их более легче дергать руками. И поэтому они звучат такими маленькими, ну, тоненькими голосами, высокими очень. Мне очень понравилось на колокольне, потому что там ты себя чувствуешь, как будто ты звонарь. Воспитанники другого лагеря в Нефтьюганске тоже смогут пополнить свой багаж знаний. Только уже в научной области. В этом году школа номер 14 получила статус инновационной площадки по программе рабочей профессии моему городу. Кто-то узнает больше об истории науки, кто-то будет проводить эксперименты, а кто-то займется 3D-моделированием. Каждый раз я, приходя в лагерь, вижу что-то новое, увлекательное. Чтобы не сидеть дома, а отдыхать. Чтобы там было весело, чтобы все дружно играли. Я пришел в лагерь, чтобы познакомиться с друзьями и узнать о свойствах воды. Итогом станет выставка научно-технических достижений. Также юные ученые напишут проекты и защитят их на фестивале научно-технических исследований. В результате смены на 21 день у нас, конечно, будут как и новые мероприятия. Это защита научных проектов, каких-то изобретений. Так и традиционные для нашего лагеря мероприятия. Это такие, как Мисс Лето, Мистер Лето 2018. Православие и научно-техническое направление – это не единственное, что могут выбрать школьники этим летом. Для них будут работать 325 профильных смен. Самые разные лагеря – загородные, дневного пребывания, круглосуточные, палаточные. Одной из особенностей еще тематического направления детей в этом году – это юнормеец, лагеря юнормеец. У нас 34 смены, 2500 детей в 18 муниципальных образованиях. Основной уклон – патриотическое воспитание. Всего в Югре к услугам детей будут почти 580 организаций. Все они состоят в реестре, а это значит, что отдых в них точно будет безопасным. Требования законодательства сейчас ужесточились. Комиссии проверяют лагеря перед каждой сменой. Плюс к этому отдых детей на контроле правительства округа.